Ребята, всем-всем-всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня будет интересное видео. Я буду делать летний маникюр. Покажу новые покупки для ногтей, а также в второй половине видео вы увидите новинки, которые я заказала по каталогу Фаберлик. Давайте начнем. Мои ногти уже отросли, кое-где отвалили стразы, вот здесь, здесь. В общем, маникюр нужно просто срочно переделывать, поэтому я сегодня поехала в магазин, и вот что приобрела. Во-первых, это кисточка для нанесения базы. Она продавалась в таком тубусе. Так, сейчас достанем. Очень красивая ручка, украшена цветочками. Сама кисточка выглядит вот так. Надеюсь, она будет нормальная в работе. Также я не удержалась и взяла сразу три слайдер дизайна. Вот эти цветы мне понравились тем, что выглядят как будто нарисованы акварелью. На белом фоне, на белых ногтях будет смотреться просто изумительно. Можно вот так вот половинку будет вырезать. Перед фламинго я также не устояла. Не знаю, в каком дизайне буду их применять, но они мне очень понравились и не удержалась и купила. А вот эти наклеечки, это уже 3D слайдер дизайн. Они в два раза дороже, чем эти. Давайте, наверное, достану. Вот как вы видите, они слегка выпуклые на ногтях. Это смотрится очень красиво. У меня уже были подобные наклейки. Сверху покрываются обычным топом. Но вы дальше сами увидите. Здесь различные рыбки, ракушки, морской конек. Также приобрела вот такие вот стразы. Они с радужно-голубым отливом. Очень-очень красивые. И лак этот я покупала в прошлом месяце. Вот как раз сейчас он у меня на ногтях. Очень классный оттенок. Это лак от Тертио. Оттеночек 305. Он как бы в меру густой. В принципе, не очень капризный. Но цвет, конечно, красивый. И вот таким вот образом я буду снимать покрытие со всех ногтей. Пользоваться фрейсером мне очень нравится. Длину, кстати, тоже можно убрать фрейсером. Делаю я это вот таким вот образом. Очень быстро и удобно. Слегка надавливаю. Я уже придала своим ногтям форму. Вот что у меня получилось. Сейчас обезжирю и буду наносить базу. Девчонки, у нас уже 2 месяца в магазинах нет вот такой вот моей самой любимой прозрачной базы от Окси. Когда-то я покупала вот такую камуфлирующую базу также от Окси в номере 10. Но, честно, она мне не нравится. С ней тяжело работать. Это вот такая вот прозрачная розовая база с шиммером. То есть, да, такие маленькие блестки. В общем, как вы видите, капля до сих пор не капнула. Я уже долго держу. Она густая. За счет этого трудно распределяется по ногтевой пластине. Так что мне сейчас придется постараться. Давайте я вам покажу, в чем сложности нанесения этой базы. Накрасила один охоть. Ох, и долго я с ним возилась. В общем, я набираю вот такое небольшое количество. И распределяю возле кутикулы. Как бы делаю маникюр под кутикулу. И дальше задача сложнее. Я набираю огромную каплю базы. И ставлю ее в центре. Вот такими вот движениями распределяю. И протягиваю на конец. Вот так. Если бы это была прозрачная база, вот Oxy, все было бы хорошо. Но вот как вы видите, это ну никак не хочет распределяться. Слайдер-дизайн я уже смочила водой. Вот так вот легко отделяется пленочкой. Я использую пинцет. Беру морского конька и клею его по центру на большой ноготь. Теперь я сушу покрытие в лампе. Поставила еще несколько таких красивых белых точечек. Вот, смотрите. Вот таких. И сейчас на весь ноготь я наношу матовое покрытие. Это Кашемир от Oxy. У него такая консистенция, приятно пахнет. Стараюсь под кутикулу. Так, аккуратненько. Такими вот плавными. Мой маникюр уже готов. Я беру вот такую вот специальную безворсовую салфеточку от Коди. У меня их огромная пачка. Смочила в жидкости для удаления липкого слоя. И вот таким вот образом снимаю липкость. Покрытие сразу же становится матовым. В общем, вот такой вот летний маникюр у меня получился пока что только на одной руке. Второй рукой я не занималась, потому что этот маникюр делаю уже со вчерашнего вечера. На другой руке, наверное, не знаю. Либо вечером буду делать, либо завтра. Мне нравится морская тематика. Наклейки смотрятся классно. Я сюда еще решила добавить стразы. Все ногти, ну кроме этого, я сделала матовыми. И вот такой рисунок на большом пальце. Напишите, как вам такая идея для маникюра. Нравится или нет. Сейчас я вам хочу показать новиночки, которые я заказала из каталога Фаберлик. Уже в четвертый раз я беру вот такую вот матовую помаду. Это моя самая любимая помада. Очень нравится эта линейка. На этот раз мой оттеночек называется 40464 Дикая роза. Напоминаю, что все артикулы я оставляю внизу под видео в описании. Сейчас я нанесу на руку помаду и сравню ее с двумя оттенками, которые у меня есть. Застынет, станет матовой. Это 469 оттенок под названием розовый пурпурный. Он уходит более в такой холодный цвет с сиреневым потоном. Но все они между собой похожи. Поэтому я сейчас сравниваю, чтобы вы все наглядно поняли. Еще один оттенок 461, которым я пользуюсь очень-очень часто, называется розовый кварц. Это самый-самый светлый из розовых, которые там представлены. Вот так. Смотрите, помада уже стала матовой. И вот так вот выглядит в тюбиках. Первый это розовый кварц. Второй, который, получается, у меня уже был розово-пурпурный. И третий, который я заказала в этот раз, дикая роза. Из новинок я еще заказала две вот такие подводки для глаз. Это подводки фломастер. У меня голубой оттеночек. И вот артикулы коричневые. У меня уже есть черная подводка. Мне очень нравится, что этот маркер рисует тонкую-тонкую линию. И этот же оказался таким самым. Смотрите, можно нарисовать тонюсенькую линию. Кстати, очень насыщенный такой голубой цвет. Вот. А можно нарисовать линию потолще. Какие-то маленькие штришки дорисовать. В общем, довольно. И уже такой более спокойный коричневый оттенок. Выглядит таким образом. Но синий, конечно, на лето подойдет идеально. Очень быстро застывает эта подводка. И макияж с ней хорошо держится. Приобрела мое самое любимое средство с SPF фильтром 15. Можно, конечно, взять и 30. Но тогда и загара толком видно не будет. 15 вполне хватает. Вот такой вот здесь распылитель. Также я впервые заказала дезодорант с алоэ. Шариковый. Мне тоже понравился. Приятный свежий аромат. И еще одна новинка. Окищающая гель для туалета 7 в 1. Это инновационная технология изменения цвета. Сейчас ставлю вам специального протестировала. Гель очень густой. И его цвет изначально был вот как будто зеленка. Такой яркий, насыщенный. И потом через время он стал более голубым. Таким более прозрачным. В общем, эта инновационная технология изменения цвета обеспечит полный контроль за удалением загрязнений. То есть, когда изменится цвет, вы увидите, где еще остались загрязнения. В общем, очень классное средство. Густое. Приятно пахнет. Аромат не резкий. Даже слышны нотки мяты. Мне понравилось. И мое самое главное приобретение – это вот такая вот сковородка. Она идет в трех размерах. У меня средний. Диаметр 24 см. Также на сайте представлено три цвета. Я взяла в оливковом. Посмотрите, какой приятный для глаза аппетитный оттенок. Был еще терракотовый темный цвет и оливковый цвет. Но мне этот просто безумно нравится. На сайте есть еще ко всем сковородочкам крышки. Но крышку я, пожалуй, возьму в другой раз. Значит, девчонки, здесь инновационное антипригарное покрытие, которое разработано в Германии. Также мне нравится очень вот этот коричневый ободок с дымкой. Красиво все сделано. Ручка прорезиненная, чтобы было удобно держать. Она несъемная, но тут сзади есть болтик. Можно открутить. Этой сковородкой я уже вовсю пользуюсь. Много раз жарила. Классно тут распределяется масло. То есть, оно, знаете, не растекается. В общем, экономия заметная. И покажу сзади. Ничего, абсолютно ничего не пригорает. В общем, жарить на ней одно удовольствие. Хочу я еще взять большую. Это был весь мой заказ по каталогу Фаберлик. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Я отвечу. Также не забудьте написать в комментариях, как вам мой новый маникюр. Ну а с вами была Юля. До встречи в новых видео. И всем пока-пока.